Доброе утро! Студия «Хорошего настроения» продолжает свою работу. Сегодня у нас 11 апреля, понедельник, и с вами вместе Антон Мартыненко и Саша Каштанова. И наши добрые друзья, утренние будильники, группа «Драмэкстази», идейный вдохновитель Филипп Чмырь. Филипп, привет! Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, с кем ты сегодня пришел? Вот я сегодня с представителем такой группы, как «Клаксон Брас». Это «Пафнути». А это вот Павел Галенков, он играет в нашем коллективе. Межде чем мы узнаем об объединении, я так понимаю, двух групп, немножко истории. Город Харьков, где я родился и очень часто бываю, мне было 18 лет, это где-то начало 2000-х, я приехал в мастерскую к скульптору харьковскому, очень известному. У него вот идет огромная мастерская, идет работа и играет какая-то музыка. Я говорю, слушай, а что это такое играет? И он мне в Харькове говорит, а ты что, не знаешь, это ваши белорусы, «Драмэкстази». Говорит, группа просто сумасшедшая, у нас тут все их слушают. Я там узнал о вас. Фил, у вас популярность, она не только Белоруссию ограничивается? Мне эта сказка понравилась, безусловно. Это не сказка, чистейшая правда. Это были. Я был там в этой... Хорошо. Нет, ну как, мы играем, там играем, сям играем, пацаны тоже там играем, сям играем. Интернет, слава богу, не имеет пока границ. Вы из тех музыкантов, которые выступают не против, а за интернет, да? Для вас интернет это благо. Мы же в нем сидим. Да, мы же там живем. Ну а то, что вы не можете зарабатывать из-за интернета на... Почему мы зарабатываем на интернете? Вы зарабатываете на всяких концертах, корпоративах. А реклама? Мы музыку рассматриваем как музыкальные записи, рассматриваем как рекламу наших выступлений. У нас утренняя программа, давайте поговорим, во сколько вы просыпаетесь обычно. Нет, а давайте лучше спросим, во сколько соседи ваши просыпаются. Как проходят репетиции. Ну, например, я не знаю, как пацаны встают, они же богемы, должны вставать в позу. Ну это передача, мы смотрим записи. Ну, у меня сейчас ребенок, лето, солнышко появилось, поэтому ребенок 7.30, и у меня тотальное недосыпание. Вы знаете, я скажу, что еще весна, поэтому недосыпание у вас действительно. Насчет соседей ведь это не шутка, я тебе скажу, Саш, сейчас, наверное, все наши зрители подумают о том, как им повезло с соседями, потому что это не группа драмэкстази. Филипп Чмырь всегда репетирует дома, это правда. А живет он в многоквартирном доме. На первом этаже, правда. На первом этаже. Но это ерунда, потому что вчера мы репетировали, ну, нас так обычно барабанщики, барабанщики. Комната небольшая, как раз, чтобы 4 человека было, а вчера все пацаны пришли для прогонщика. Мы знаем, что был еще какой-то безумный концерт в парке Горького под мостом. Это как так? Докуда доехало, хватило бензина, там мы выступили? Нет, это было, мы в течение долгого времени играли под мостом, сколько, 7 лет, много. У нас же группа давно, вот, существует. И потом нас задержала милиция, и мы дали честное слово, что больше не будем. Сейчас как раз вот мы собираемся с клаксон брас репетировать в парке Марата Козея. Да. Так что нас можно будет услышать в ближайшее время там. Друзья, успейте прогуляться в парк Марата Козея, насладиться его пока еще девственной тишиной, пока там не появилась группа Драм Экстази. Кстати, я так понимаю, не только группа Драм Экстази, у вас вливание еще одного коллектива, да? Это соединение двух проектов. Это коллаборация. Значит, объединилась группа Драм Экстази, в которой барабаны, с группой... И группа духовых инструментов. Калаксон с брас. Пафнутий, как вы, музыкант духовых инструментов, вот смогли опуститься до этого уровня барабанов? Как это произошло вообще? Идея откуда? Идея такая была изначально, что во всех моих проектах, где я играю, должны участвовать друзья. Ради этого все и задумывалось. Так как у меня много духовиков друзей, поэтому я создал коллектив Клаксон с брас. Вот. И здесь появился... Как тебе по фамилии назвать? Да, Чмирь, Филипп, появился. Чмирь, появился. Давай быстро делайте видео. Давай к нам. А с ним мы знакомы с моего самого детства, с его юношества. Ну, я молодой. И красивший. Собственно говоря, вот это сочетание опыта и красоты привело к нашему коллективу. Да давайте поговорим о ваших творческих планах. Что впереди, какие идеи, проекты? Мы дописываем еще две песни, правильно? Мы запишем вообще альбом, целую пластинку. Дело в том, что лето, хорошая погода, куча фестивалей, пора ехать. Парни, скажите, пожалуйста, только мужчины слушают ту музыку, которую вы делаете? Или есть девушки-поклонницы, которые... Ну, судя по последнему концерту, слава богу, девушек было больше. Девушек больше было. Мы знаем, что сегодня вы подготовили для нас шоу. Это будет эксклюзив, исполняться это будет все впервые, рассказывать. Ух ты, никогда еще не звучало, да? Ну вот мы сегодня покажем песню. Мы ее написали, в принципе, с прищуром на Джеймса Бонда, следующего. Я думал на Евровидение. Не-не-не, мы берем больше. И это как бы вот песня Джеймса Бонда, одного из следующих фильмов. Друзья, ну а чтобы в следующий раз наша доблестная милиция вас не прогнала из-под моста в парке Горького, у нас для вас и для них, соответственно, вкусные подарки. Шоколадка. Шоколадка – это вещь, которая заставляет человека улыбаться. Даже вот я вижу на вас, вы еще не съели шоколад, а уже улыбаетесь. Это подарок от нашего партнера, коммунарки, которая сделала новую линейку. Специально для вашей группы. Называется «План Б». Он всегда должен быть. Отлично, отлично. Так, так. Пафнутий, угоститесь. Ух ты, я думаю, рубашечку взял. Кстати, психологи, я думаю, очень хорошо могут составить психологические портреты, потому какое количество шоколада. Кто взял. Да, кто взял. Но мы прямо сейчас, наверное, уступим вам нашу импровизированную сцену, чтобы вы впервые исполнили свою композицию. Итак, друзья, премьера на телеканале СТВ в студии «Хорошего настроения». СТВ «Хорошего настроения» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА